Приветствую вас, смотрите, Александр, я в первую очередь хотел бы обратить ваше внимание на то, что вы себя называете Сашей, хотя на самом деле я Александр, ну то есть взрослый человек, да, взрослый самостоятельный человек. Вы же называете себя Сашей, и это вопрос, почему, то есть почему вы знаете так, уничижительно, принижающе к себе относитесь. Это первое. Второе. Есть ощущение, что вы находитесь не в ладах, со своими эмоциями, своими чувствами и так далее. Почему? Ну, потому что, во-первых, ваша жена, как вы говорите, ждет ребенка, если она ждет ребенка, а вы работаете не по профессии, то совершенно очевидно, что вы подвергаете некой опасности жену и ребенка и проявляете некую безответственность. По отношению к ней, по отношению к будущему ребенку и по отношению к самому себе. Потому что, например, если бы вы работали по профессии, то ситуация была бы совсем другой, в том смысле, что вы бы чувствовали себя более уверенно, более защищенно и так далее. Но вы почему-то, вы почему-то не работаете по профессии. И, конечно, возникает вот этот вопрос, а почему вы не работаете по профессии? Возникает вот этот вопрос, а для чего тогда, зачем вы вообще освоили профессию? Зачем вы учились на нее, если вы не работаете? Я, наверное, нравится, если нравится, хорошо. Опять же, вопрос, почему не работаете? Если не нравится, хорошо, тогда зачем на нее шли? То есть, вот здесь вот вы, так или иначе, себя как-то вот, ну, я бы сказал, принижаете себя как-то. Здесь вы как-то вот идете в обход своих желаний, в обход своих чувств, своих эмоций, своих призываний, вот. И, по сути, наступаете себе ни много ни мало на гору, да? Вот. Это первый, это такой момент. Следующий момент заключается в том, что вы говорите, вы говорите, значит, спастите меня. То есть, вы просите спасти вас. То есть, вы видите нас спасителями. Но, правда заключается в том, что мы не спасители. Понимаете, правда заключается в том, что спасение, то спасение, в котором вы нуждает, порастает заменутый круг взаимодействия. А именно, треугольник Карпман, в котором вы занимаете роль жертвы здесь. И, соответственно, очень важно понять вам, что вы жертва, что вы хотите, чтобы мы вас спасли. И что спасение вас не решит ваши проблемы. Также я полагаю, что выходом из позиции жертвы является, конечно же, конечно же, принятие личной ответственности за то, что с вами происходит. Принятие личной ответственности за действия, которые вы совершаете. За ваше решение и за ваш выбор. Вот. Для того, чтобы принимать эти решения адекватно, вам необходимо слушать себя. Слушать, именно слушать себя, слушать свои чувства, слушать свои желания. Руководствоваться в общем, в общем, с собой. Это такой момент. Далее, я думаю, стоит обязательно просмотреть вопрос личных границ. Потому что, вот вы говорите, что на вас повесили множество новых обязанностей. Вот. Ну, а простите, с чего вы должны их выполнять? А простите, почему вы должны их выполнять? А простите, платят ли вам больше за это? Да? То есть, вот вы не защищаете здесь свои интересы. И напротив, вы боитесь, что косяки, все косяки на вас повесили. Я вот хотел спросить, а почему вы считаете, что вас обязательно посадят или конвескут или что-то еще? То есть, вы занимаетесь чем-то, чем-то противозаконным или что? То есть, тут вот, мне кажется, тоже такой достаточно важный момент, на который, по моему мнению, нужно обратить внимание. Потому что ваши страхи, да, они могут быть как следствием и результатом, например, того, что вы действительно чего-то боитесь. Как следствием и результатом того, что вы действительно чего-то боитесь. Так, и следствием и результатом того, что вы себя чувствуете не свободным в отношениях. В отношениях и на работе вы себя чувствуете не свободным. И, может быть, где-то еще вы себя чувствуете тоже не свободным. Поэтому с этими моментами вам тоже нужно разбираться, моменты личных границ. Потому что пока-то, естественно, она не полагает, что вы ощущаете себя не свободным. В своих, ну вот, в своей жизни, да, в своих решениях и так далее. Ну, то есть, вы просто вот к себе не прислушиваете, не прислушиваете, просто, просто к себе не прислушиваете. Вот. А я вас не обвиняю сейчас, я вас не обвиняю. Просто я хотел бы, вот, обратить ваше внимание на это. Потому что это важно. Я хотел бы обратить ваше внимание на это, потому что это важно. Это очень важно, на самом деле. И из этого всего, из этого всего и, ну, собственно, проистекаешь ваши проблематики. Из этого всего, собственно, и вырастает проблема ваша. Такая вот, такого, ну, такого плана. Понимаете? Вот. И, как бы, из таких вот, условно говоря, ну, мелочей, да, из таких вот, условно говоря, мелочей, вырастает проблематика ваша. И нужно ли с этим что-то делать? Да, конечно. Конечно. Но это в прямом смысле слова, да, это не спасение вас. Это научение самостоятельно принимать решения за свои действия, за свои поступки. Вот. Понимаете? Какая штука. Я думаю, так. Поэтому, ээээ, я рекомендую вам обратить, эээ, свое внимание, именно, в сторону ээээ, тех вещей, которые я указал вам в качестве возможных проблемных, и над ними уже работают по тому же стране. Источник того, что вы не свободны, он может быть где угодно, он может быть везде. Это абсолютно всё, абсолютно всё может делать вас не свободным. Другой вопрос, другой вопрос заключается в том, почему вы это, ну, почему вы позволяете это делать? Вот, другой вопрос. И, вот тут, можно ли, да, можно ли, ну, что-то изменить? Можно ли что-то исправить в этом ситуации? Вот. Можно ли? Вот это, это, то, на что вам имеет смысл обратить своё, своё внимание. То, на что вам имеет смысл сконцентрироваться, сконцентрироваться. Вот. Вот. А вот я, в принципе, думаю, я думаю так. Я думаю так. Вот. То есть, это анализ и ваших отношений в семье, это анализ и ваших отношений на работе, это и... вот. Вот. Проработка вашего отношения к самому себе. Вот. И работа самооценкой, личными планицами, вашими чувствами, вот, и страхом. Так, именно, личные границы помогут вам брать на себя ровно столько ответственности, сколько вы можете выдержать. а не столько, сколько вы или, там, кто-то другой считает нужным и важным. Вот. Такой вот ответ. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, вам это было полезно. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен вам за его оценку. в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам удачи. И я надеюсь, что ситуация разрешит все-таки.